Пройти медицинское обследование, получить консультацию или сдать анализы сегодня может каждый желающий абсолютно бесплатно. С этой целью прямо за моей спиной расположилась настоящая передвижная поликлиника, которая работает в рамках акции «Поезд здоровья». Измерить сердечное, глазное давление, посмотреть уровень сахара и еще целый ряд профилактических процедур можно пройти в этих трех мобильных ФАПах, которые расположились на территории Сунжинского рынка. Шариат Килоева перенесла инсульт, а после два раза инфаркт. Поэтому женщине необходимо регулярно проходить обследование. «Поезд здоровья позволяет сделать все максимально быстро и качественно. Насте Акаевой почти 70 лет. За последнее время она стала частым гостем у врачей. Слабость, скачущее давление. Приходится много сил и времени тратить на больницы, обращаясь к врачам разного профиля. А сегодня все необходимые условия ей оказывают в одном месте». «Все время никак не выберем в больницу пойти. Время-то бывает, но мы такие ленивые. Но очень удобно. Диарез, хилемащин, чахки, танчарно, анализ, флюра, моссума, сдать-то и шею, дала учен. Очень нам удобно». Акция «Поезд здоровья» проводится по поручению министра здравоохранения. Любой желающий может попасть на прием к кардиологу, пульмонологу, неврологу, онкологу и многим другим. Также пациенты могут пройти флюрообследование, монографию. Главная цель мероприятия – повысить осведомленность жителей о важности профилактических медицинских осмотров, факторах рисков хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета. «Акции мы проводим регулярно, как выездные акции, так и акции, которые проводятся на территории Сунической центральной районной больницы. Выезжаем мы в отдаленные села, это у нас ФАПы Аршты, Чамульга, Бердюрт, амбулатории, то есть сельское поселение Троицкое и Нейстеровское. Хотелось бы отметить, что жители нашего района могут пройти все необходимые исследования, которые входят в первый этап без функционализации и профилактических осмотров». Только за один месяц в акции «Поезд здоровья» приняли участие более 7 тысяч жителей Ингушетии. Мобильные ФАПы будут и дальше функционировать во всех населенных пунктах региона, чтобы у каждого была возможность проверить свое здоровье. Малика Измайлова, Али Зязиков, Новости 24. Малика Измайлова, Али Зязиков, Новости 24.